Установка ReactOS на пыльный компьютер Привет, друзья! С вами сегодня СетНод, и в этом видео мы рассмотрим установку нашей операционной системы. Нашей операционной системы... ReactOS, друзья! Реактивная операционная система 0.4.10 Это у нас свободно распространяемая операционная система, которая очень похожа на Windows. Его мы попробуем установить на пыльный компьютер. Довольно старый пыльный компьютер. Вот наш компьютер. Это у нас материнская плата Biostar PT880 Pro A7. Жесткий диск на 40 гигабайтов на IDE шлейфе. На старом IDE шлейфе, а также на Molex. Дисковод тоже на IDE, а также у нас здесь видеокарта на АГП-шине, и он подключен отдельно. Надеюсь, у нас все получится, и мы сумеем на этот самый пыльный, пыльный, пыльный компьютер установить наш ReactOS. Потому что эту операционную систему я все же пытаюсь установить на этом пыльном компьютере. Давайте попробуем установить и узнаем, что это за такая операционная система и какие нюансы нас ждет при установке. Включаем наш компьютер, открываем наш дисковод. В этот дисковод вставляем наш диск. Не успел, еще раз. Открываем наш дисковод. Вставляем наш диск. Теперь закрываем наш дисковод. И перезагружаем наш ПК повторно. Loading Boot Menu. Я запускаю Boot Menu. Я нажимаю клавишу F9, и теперь давайте выберем наш дисковод. Здесь он определил, давайте просто нажмем, так, Solid Select Boot F1, Continue F1 нажмем, и продолжится наша загрузка. Выбираем CD-ROM. Происходит загрузка с нашего CD-ROM. Нужно нажать любую клавишу. И сейчас у нас вот таким образом запускается ReactOS. Loading Not Nentos Kill. Loading HAL-DLL. И Loading Boot Drivers какой-то загружается. Почему-то с IDE диска он не грузился. Мне пришлось подключить SATA дисковод. Вот он, SATA дисковод подкручен. И на этот дисковод я подключил наш диск. Давайте здесь выберем, здесь написано ReactOS 4.10 Setup. Дальше нужно выбрать языковые параметры. Давайте выберем язык русский. Здесь большой список языков. Вот у нас русский язык. Выбираем его. Нажмите Enter для установки ReactOS. Добро пожаловать в программу установки ReactOS. Так, скопированный файл операционной системы. Теперь кликаем Enter. Continue. Так, продолжить Enter еще раз. Так, здесь у нас в списке ниже приведены устройства и их параметры. То есть, экран веса дисплей 800 на 600. Можем здесь разрешение сменить, какое-либо другое разрешение выделить. ACPI Uniprocessor или PC Uniprocessor можем выбрать. Клавиатура XTIT Keyboard. У нас клавиатура на PS2, поэтому никаких проблем не будет. Применить данные параметры устройства. Применить. Теперь, давайте выберем наш раздел для установки операционной системы. У нас неразмеченное пространство на 40 гигабайтов. Так, здесь у нас несколько параметров. Нажмите Enter для установки. Нажмите P для создания первичного раздела. Нажмите E для создания расширенного раздела. Нажмите L для создания логического раздела. И D для удаления существующего раздела. Снизу есть пункты, такие как применить первичный раздел, E расширенный. Давайте нажмем клавишу P. Первичный раздел выделим под него сколько гигабайтов. Ну, вполне 10 гигабайтов. Даже 8 гигабайтов будет вполне достаточно. Остальное пространство будет для создания логического раздела. Первичный, E расширенный. Нажимаем клавишу E. И полностью все пространство будет под расширенное пространство. Новое неразмеченное пространство, как не форматированный. Кликнем на него. Теперь здесь нужно файловую систему выбрать. Какую файловую систему мы хотим? Здесь есть FAT файловая система и BTRFS. Я не знаю, как это расшифруется. BTRFS. Наверное, какая-либо файловая система, которая предназначена для React.OIS. Но давайте мы выберем файловую систему FAT. Возможно, с ним будет лучше. BTRFS я не знаю, поэтому не буду использовать. Если не получится, то выберем BTRFS. Я выбираю FAT. Так, форматирование раздела. Для установки раздела будет отформатирован. Нажмите Enter для продолжения. Мы можем выйти, нажав клавишу F3. А можем нажать Enter. Нажмем Enter. Теперь установка файлов React.OIS на выбранный раздел. Выберите директорию. Пусть будет эта директория React.OIS. Не будем его менять. Мы можем просто нажать Enter. Подготовка вашего компьютера к копированию файлов. Наши файлы и операционная система устанавливаются. Здесь вот такое меню. Kernel Pool здесь снизу. Также Kernel Cache. И Free Memory. Наша оперативная память. Нагрузка. Копирование файлов снизу. Нижней стороны мы можем видеть, какие файлы копируются в данное время. Программа установки копирует 4%. Ждем окончания. И вот таким образом выглядит. Нагрузку все показывает. Это прикольно, друзья. Именно React.OIS это все видно. Что сейчас происходит. Вот у нас Kernel Cache как-то заполняется на 9%. И Kernel Pool на 1%. Оперативная память и Free Memory 85%. Снизу мы видим, какие файлы он сейчас в данное время копирует. И уже очень быстро копируются наши файлы. Копирование подошло к концу 99% в 100%. Программа установки обновляет конфигурацию системы. Так, теперь у нас здесь в пункте есть такой. Установка загрузчика React.OIS. Какой же загрузчик нам выбрать? Установить загрузчик на жесткий диск. Диск MBR или UBR. Установить загрузчик на жесткий диск только VBR. Какой из них? Установить загрузчик на гибкий диск. Гибкого диска у нас нет. Не устанавливать загрузчик. Давайте загрузчика установим MBR и VBR. Именно этот пункт выберем. Давайте нажмем Enter на клавиатуре. Основные компоненты React.OIS были успешно установлены. Извлеките гибкий диск из дисковода. А, и все CD-ROM и CD-дисковода. Нажмите Enter для перезагрузки. Давайте вытащим наш диск с нашего дисковода. Файлы наши скопировались. Выходим. И давайте нажмем Enter и посмотрим, как загрузится. Нажал клавишу Enter. И вот сейчас будет загружен наш React.OIS, который мы установили. Первый запуск React.OIS будет сейчас у нас. Здесь у нас пошел секундомер. 7 секунд осталось. Несколько параметров. Есть просто React.OIS. Это вот загрузчик, который мы установили. Здесь у нас React.OIS. React.OIS. Есть пост-дебаг, скрин, лок-вайл, рам-диск, а также emergency management сервис. Укнау операционный систем. Давайте выберем первый пункт. Это как раз запуск нашей операционной системы. Кликнем на него. И сейчас у нас запустится наша операционная система. Вот у нас вот таким образом выглядит React.OIS. Запускается. The file system type is FAT32. Вот так вот загружается. Ждем какое-то время. Установка оборудования происходит. Дождемся, пока наше оборудование будет установлено. Здесь, если посмотреть, то здесь React.OIS версия 0.4.10. Build 2018.11.06. 0.4.10. Reliage. GNU 4.72. Это надпись с правой стороны в углу. Добро пожаловать в мастер установки React.OIS. Этот мастер поможет ввести сведения для правильной установки React.OIS. И установить его на ваш компьютер. Нажмите далее. Давайте нажмем далее. Здесь у нас информация. Разработчик React.OIS. И open source проекты. Благодаря которым была создана React.OIS. Здесь увидим эти самые проекты, которые были... С помощью которых были созданы этот проект. Давайте нажмем. Здесь мы можем лицензию просмотреть. Полностью прочитать можете эту лицензию. Мы кликнем просто далее. Далее. Здесь вы можете настроить языковые параметры. Можем войти в систему и потом настроить. Далее. Имя компьютера. Это владелец. Вы можете назвать свое имя и организацию. Далее. Имя компьютера. React.OIS. 4.XL. F.E. D. Можем просто React.OIS назвать. Пароль мы не будем использовать. Далее. Еще раз. Далее кликаем. Тема. Давайте пусть будет вот эта вот навороченная тема. Черная. Можем классически использовать. Теперь нажмем далее. Здесь выбираем настройка сети. Мы выбираем обычный режим настройки. Вы можете расширенные настройки. И посмотреть какие настройки вы можете применить. Далее. Нет. Этот компьютер находится в рабочей группе. Все верно. В рабочей группе домена нет у нас. Далее. И сейчас у нас происходит регистрация компонентов. Процесс установки. Дождемся окончания. Завершение мастера установки React.OIS. Если CD находится в приводе. Нужно его излечь. Для перезагрузки компьютера нажмите готово. Давайте нажмем готово. Чтобы ускорить этот процесс. React.OIS завершает работу. И сейчас повторная перезагрузка. И уже должна загрузиться наша операционная система. Еще раз выбираем React.OIS. И сейчас у нас происходит запуск. Первичный запуск нашей операционной системы. Вот у нас логотип React.OIS. И у нас происходит запуск. Опять верифинг the file system on c. Не знаю. Он ругается на файловую систему. И теперь у нас вот таким образом. Вот уже запустился наш React.OIS. Установить драйвер автоматически. Далее. И вот просто кликаем готово. Давайте далее. И больше не выводить. Не напоминайте об устройстве. Готово. Давайте здесь отмену сделаем. И посмотрим что у нас здесь есть. Корзина я вижу. Мой компьютер. Мои документы. Сетевое окружение. Командная строка. Менеджер приложения. Прочти меня также. Вот такой вот у него рабочий стол. Прочти меня. Давайте откроем. Прочти меня. Можем здесь прочитать React.OIS. Все на английском языке. Немножко подлакивает, друзья. Не знаю почему. Но лаги какие-то есть. Если мы откроем мой компьютер. Правой клавишей. Свойства. То здесь почти что как Windows. Свойства этого компьютера. Посмотрим что это за операционная система. React.OIS Operating System. Intel Processor. Версия 0.4.10. Наш процессор показывает. И также показывает наш домашнюю страницу. Вы можете здесь почитать. Лицензию вы можете также прочитать. А также вы можете домашнюю страницу перейти. И у них такой вот сайт. ReactOS.org. Это у нас интернет эксплорер запустился таким образом. Можете посмотреть это 0.4.10. Версия интернет эксплорера. Vine называется. Теперь давайте откроем мои документы. Как у нас выглядят мои документы. Мои виде записи. Моя музыка. Вот оно. Как Windows XP. Точно такая же. Моя музыка. Мои рисунки есть. Все как обычно. Если мы откроем мой компьютер. То здесь у нас локальный диск. Панель управления пространства имен объектов. ENT. Системный реестр. Локальный диск C. И наш дисковод. Откроем локальный диск C. И здесь у нас программы. Документы от сеттинг. Точно как Windows XP. Программ файл. ReactOS. И RedCellet папка. Вот такие вот файлы. Программ файл. Если зайдем. То здесь всего лишь 2 папки. Теперь. Давайте откроем пуск. Пуск у нас значок ReactOS. Вот таким образом. Выглядит. Теперь здесь можно в программу перейти. Автозапуск. Посмотреть. Администрирование. Диспетчер служб есть. Диспетчер устройств. Игры какие. Пассианс косынка. Пассианс паук. И сапер. Вот такая вот игра. Именно от ReactOS. Которую мы знаем от Windows. Здесь что-то неизвестное оборудование. Это скорее всего электропитание. Да. Действительно это электропитание. Здесь еще есть время настройки. Даты. Все как обычно. Если мы нажмем правой клавишей. То мы можем выполнить. Перейти в свойства. Здесь у нас тема оформления. Давайте применим. Это фоновое изображение. Больше никаких фоновых изображений нет. Рабочий стол. Заставка. Заставки. Здесь несколько заставок. Вот допустим. Вот такая вот заставка есть. Вау. Как красиво. Друзья. Вот такая вот заставка ReactOS. Можем допустим такую вот заставку. Прикольно друзья. Да. Прикольно это все выглядит. ReactOS вот таким образом. Свои заставки. Не похожи на Windows. Если мы откроем еще. То здесь есть такая же бабочка. Допустим бабочка. Вот я нажал бабочка. Ну же давай же. Открой все бабочка. Я кликаю. Почему-то не попадаю. Не знаю с чем это связано. Он сейчас подвис. Давайте посмотрим в панели управления. Что есть. Администрирование. Дата и времени. Звуки аудио устройства. Все как в Windows XP. Настройки OpenGL. Параметры WinE 3D. Свойства бабки. Сетевые подключения. Давайте посмотрим установка и удаление программ. Что у нас покажет. Обновление базы данных. Ну-ка еще раз. Вот наше программное обеспечение. Менеджер приложения ReactOS. Таким образом выглядит наше программное обеспечение. Доступное для установки. Выбранное для установки. Обновление и приложение. WinE Gecko. Какое-то приложение. Финансы. Наука. Инструменты. Разные. Это у нас менеджер приложения. Вот таким образом выглядит. Здесь телефоны и модем. Шрифты. Экраны. Электропитание. Языки. Все как обычно. Как в Windows XP. Администрирование. Что у нас есть. Диспетчер служб. Какие службы есть именно в ReactOS. Здесь у нас автоматика. Апдейт. Все как в Windows XP. Сервер. Но здесь очень мало. Приложения и служб. Допустим. Журнал событий. Звуки аудио. Вот такие вот именно службы есть. Дальше. Диспетчер устройств. Вот такой вот диспетчер устройств в ReactOS. Если мы откроем, то здесь должны выйти. Вот у нас какие драйвера нету именно в этих устройствах. Сетевой. Мультимедиа. Мультимедиа. Систем Девайс. Последовательный порт Ком. Стандартный LPT. Систем Девайс. Систем Девайс. Систем Девайс. Наши системы. Параметры загрузки и автозагрузку. Можем здесь посмотреть, что загружается. Именно в этом меню. Теперь давайте откроем просмотр событий. Какие события у нас есть. Вот здесь вы можете системный журнал посмотреть. Что у нас грузит систему. Что отключается именно в этих параметрах. Сильно зависает. Я не знаю, что делать именно с заставкой. Все прям жестко зависает. Здесь у нас командная строка. Вот таким образом выглядит наша команда строка. Можем здесь что-либо прописать. Давайте посмотрим, сколько он нагружает наш процессор. Загрузка центрального процессора на 6%. Потом на 85%, на 39% падает. И таким образом немного спадает. Оперативной памяти он потребляет 120 мегабайтов ресурса. 120 мегабайтов всего лишь. Загрузка центрального процессора. Вот он скачет вверх и вниз. Таким образом мы диспетчеру задачу увидели. Давайте попробуем установить Adobe Reader. Какую-либо версию. Давайте допустим вот эту версию Adobe Reader попробуем поставить. Установится ли на ReactOS эта программка. Ведь так хочется увидеть, как она вообще устанавливается. Она ведь совместима должна быть. Теперь давайте просто нажмем далее. И установить. Так, устанавливать обновление автоматически. Установить. И вот у нас происходит установка Adobe Reader. Надеюсь никакой ошибки он не выдаст. И мы сможем полноценно установить это программное обеспечение. Установка Adobe Reader закончена. Просто кликнем готово. Давайте нажмем готово. И посмотрим. Как у нас программа установилась с программы. И вот у нас Adobe Reader появился в списке. Давайте его запустим. Взглянем как вообще работает наш Adobe Reader и вообще запускается ли. Так, не запускай с отключенным, защищенным режимом. Так, окей. И давай, запустись. Наш Adobe Reader должен запуститься. Значит он с Windows совместим. На работе в столе я вижу Adobe Reader. Значок Adobe Reader. Только долго запускается, конечно. Может быть еще сюда кликнуть. Теперь давайте примем лицензионное соглашение. Здесь просто принимаю, делаем. И вот у нас Adobe Reader. Вот таким образом у нас выглядит. Преобразовать PDF формат Word или Excel. Вот наш Adobe Reader запустился. Никаких проблем нету. Но сильно зависает наш React OS. Я не знаю почему. Давайте запустим WinRAR. Наш WinRAR. Архиватор. Как он запустится именно в этой операционной стиме. И вообще установится ли. Здесь у нас совместимы с программным обеспечением. Поэтому должно без проблем установиться. Вот у нас происходит установка нашего архиватора. Здесь выбираем ОК. Далее. Далее. Установка русской версии. ОК. Готово. Давайте откроем пуск программы. И здесь должен быть у нас архиватор. А вот у нас архиватор WinRAR. WinRAR. Наш WinRAR запустился. И все работает. Вот таким образом мы установили React OS, друзья. У нас все получилось. Только сильно, конечно, он зависает. Я не знаю почему. Но на старый компьютер мы его установили. На старый пыльный компьютер. Мы его все же установили. И даже мой жесткий диск на файловой системе NTFS. Он определяет и читает. То есть я с внешнего жесткого диска все программы устанавливаю. Поэтому React OS, она все же как-то работает. Она очень сильно похожа на Windows. Как будто бы скопировали все от Windows. Подпишись, друг, подпишись. На мой канал ты подпишись. И оставь ты мне лайк, если видео понравилось.